МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В медике пациент оставался в сознании и следовал указаниям врачей. 23-й международный кинофестиваль «Листопад» завершился. Представлено 159 картин из 45 стран. Гламура, отметили, было меньше, а вот кино лучше. «Беларусь-24» подводит итоги уходящих 7 дней. В студии Евгений Перлин. Здравствуйте. Первый государственный визит президента Турции Раджепа Тайпа Эрдогана в Беларусь. Александр Лукашенко провел переговоры со своим коллегой во Дворце независимости. Рабочие графики лидеров были расписаны буквально по минутам. В программе президентов также участие в белорусско-турецком бизнес-форуме и церемонии открытия соборной мечети в Минске. Илона Красудская расскажет о визите подробнее. Очевидно, рабочий день журналистов тоже был нелегким. Евгений, это действительно так. Журналисты президентского пула с 8 утра до позднего вечера работали во Дворце независимости. При этом трижды меняли локации. Ведь официальные переговоры состоялись не только в антуражах рабочей резиденции белорусского президента. Но об этом подробнее чуть позже. Итак, первый государственный визит в Беларуси Реджепа Таипа Эрдогана начался с торжественного церемониала в атриуме Дворца независимости. У входа в зимний сад Александр Лукашенко лично встретил и тепло поприветствовал своего турецкого коллегу. Встреча глав государств проходила по всем канонам торжественного церемониала, рота почетного караула, гимны двух стран, красная дорожка. После политики удалились в каминный зал. Там состоялись переговоры тет-а-тет. Журналистам была доступна только протокольная часть этой встречи. Позвольте мне, господин президент, еще раз заверить вас в нашем искреннем отношении к нашей дружеской стране, Турции, с которой мы выстраиваем отношения со времен нашей независимости. Наша дружба и наши отношения прошли испытания временем. И вы можете быть уверены в надежности наших отношений со стороны Беларуси. Мы всегда будем предсказуемы для Турции. И наша политика всегда будет соответствовать тому курсу, который вы проводите уже не первый год. Я счастлив, что несмотря на опоздание, этот первый визит в Беларусь состоялся. И я рад, что именно Турция является первым государством, признавшим независимость Беларуси. Существует много сфер, где мы можем работать вместе. Население у вас около 10 миллионов, у нас около 80. Поэтому уровень товарооборота мы можем поднять до отметки в миллиард долларов. Отношения наших стран развиваются в положительном ключе. Турция и Беларусь близкие друг другу страны. Последний раз политики виделись в апреле. Во время рабочего визита Александра Лукашенко в Турцию, в Стамбуле, глава белорусского государства принял участие в саммите Организации исламского сотрудничества. Тогда на двусторонней встрече с Реджепом Таипом Эрдоганом президент Беларуси предложил перезагрузить белорусско-турецкие отношения по ряду конкретных направлений. Во время нынешней Минской встречи акцент был сделан на экономике. Негативные тенденции в мире не повод сворачивать взаимную торговлю. Как раз такой пример хорошо демонстрирует Минская Анкара. Товарооборот упорно идет в гору, уже несколько лет назад перевалив за полмиллиарда долларов. Как правило, после встречи в узком формате к политикам присоединяются и главы делегаций, министры. Но президенты Беларуси и Турции прервали переговоры. А с чем связан такой, казалось бы, непротокольный жест? Наоборот, это скорее только примеры религиозной и в то же время политической толерантности. Когда духовные вещи и молитва важнее многомиллионных контрактов. Переговоры во Дворце независимости политики разбили на две части. После встречи с глазу на глаз президентские кортежи направились на улицу Грибоедова в Минске. Президент Беларуси Александр Лукашенко и его турецкий коллега приняли участие в торжественном открытии соборной мечети. Первая в белорусской столице и самая крупная в Восточной Европе. Ее построили за три года. Огромный вклад в это отношение внесла турецкая сторона. Здание может вместить почти две тысячи верующих. Богатые росписи под куполом мечети – дело рук турецких мастеров. Впрочем, как и остальное убранство. Здесь неважно, атеист или другой веры, он имеет право посещать как и другие храмы, так и нашу мечеть. И присутствовать на молитвах, присутствовать при произнесении проповеди. Но не мешая, конечно, другим и выполняя установленные общие правила для всех поведения в данном храме. В условиях глобализации, когда планету сотрясают войны и конфликты, и за этим стоят отдельные группировки, понятно, происходит подмена понятий. И сама идея ислама извращается. Поэтому просветительская миссия исламских лидеров Беларуси – неценимый вклад, залог стабильности в регионе. Беларусь – это та страна, где люди самых разных этнических и религиозных корней проживают под одной крышей – в мире и согласии. И мы с вами свидетели того, что здесь такая палитра, такое разнообразие воспринимается не как источник потенциальной угрозы, а как красота, символ богатства и достояния. Я верю, что такая особенность Беларуси очень важна с учетом того непростого периода, в котором мы находимся. К сожалению, такой красивой картины, такого пейзажа во многих странах мира увидеть не удастся. В ряде европейских стран нет той терпимости и дружелюбия, которыми мы наслаждаемся здесь. После политики снова отправились во Дворец независимости. Следующий раунд переговоров в расширенном формате. По итогам Александр Лукашенко, Реджеп Таип Эрдоган подписывают пакет документов. Президенты делятся с прессой ключевыми договоренностями. Мы также констатировали откровенно, что наши личные отношения, межгосударственные политические отношения находятся на самом высоком уровне. И пришло время торговлю, экономику между нашими странами подтянуть к этому уровню личных и политических межгосударственных отношений. Хочу отметить, что в политической сфере у нас, как я уже говорил, нет абсолютно никаких разногласий. Сегодняшние встречи для нас имели большое значение. Мы подписали общее коммунике, которое будет служить дорожной картой на будущее. Благодарю вас за то, что вы поддержали строительство соборной мечети и лично следили за ходом ее возведения. В то время, когда в Европе развивается исламофобия и дискриминация, мы считаем, что открытие здесь, мечети, имеет большое значение. Толерантность, которую демонстрирует Александр Лукашенко, пример для всего мира. 15 июля наша страна была подвергнута путчу, но наш народ защитил демократию. А Беларусь стала одной из первых стран, которая продемонстрировала поддержку и показала, что является настоящим другом не только в хорошие времена, но и в беде. Беларусь под руководством Александра Лукашенко продолжает прогрессировать. Мы за этим пристально следим. Когда мир сталкивается с региональными проблемами, ваша страна делает огромный вклад в развитие мира в регионе. Несмотря на то, что на часах уже шесть вечера, президенты Беларуси и Турции вновь меняют локацию. Новая переговорная площадка «Белорусско-турецкий форум». Да, и расскажем о нем подробнее. В Минск прибыли представители почти ста турецких компаний. Состав приличный, многие бренды нам знакомы. О чем договорились? Эта экономическая площадка открыла для делового сообщества большие возможности. Как минимум, повод встретиться и переговорить с топ-менеджерами компании, что настроены на сотрудничество в промышленности, торговле, инвестициях, строительстве и туризме. А максимум – возможность выйти на взаимовыгодные проекты. Крепкие рукопожатия, улыбки. Многие бизнесмены знакомы. В кулуарах договаривались встретиться в формате B2B с глазу на глаз и без прессы. Заводят и новые контакты, но начинать с нуля не приходится. Примеров успешной деятельности крупных турецких инвесторов в Беларуси немало. Это и покупка 80% акций одного из наших GSM-операторов, и вот в эксплуатацию пятизвездочной гостиницы. А также реализация других проектов в области недвижимости. Один из самых масштабных многофункциональный комплекс, который сейчас возводится на проспекте победителей. Если вы хотите честно и достойно заниматься бизнесом в Беларуси, давайте его строить на исключительно порядочной основе. Не коррупционный, открытый, честный и принципиальный. Приходите в Беларусь работать с таким настроением, как вы работаете в Турции. И тогда у нас все получится. Если вас интересует Запад, Восток, наш Евразийский экономический союз с одной стороны, с другой стороны Европейский союз, Беларусь находится в географическом центре Европы, мы будем хорошей опорой и площадкой для вашего бизнеса. И если мы договоримся, вы будете у нас, как все белорусские компании, мы будем вас всегда поддерживать и будем вас всегда защищать. Политический диалог официальной Минске-Анкара выстраивает уже почти четверть века. Начиналось все с важнейшего двустороннего документа, символичного договора о дружбе и сотрудничестве. Объем прямых турецких инвестиций за прошедшее десятилетие увеличился в 400 раз. Договорились наращивать товарооборот. При этом, отмечу, за 8 лет взаимная торговля уже выросла более чем в 5 раз. Очевидно, после визита турецкого лидера в Беларусь эту цифру ждет весомая прибавка. Спасибо. Политический обзор подготовила Илона Красуцкая. Об экономике далее в программе. Белорусские продукты ждут отгрузки в Китай и Африку. Как найти партнеров за тысячи километров, обсуждали на выставке про ДЭКСПА в Минске. Рецепты успеха узнал наш экономический обозреватель Дмитрий Титов. Ну, Евгений, как показывает практика, расстояние для нас сегодня не преграда. За этот год Беларусь планирует заработать порядка 2 миллиардов долларов за счет экспорта своей продукции. Возьмем, к примеру, наш хлеб. Благодаря глубокой заморозке его можно доставить в любую точку земли в свежем виде. Начали поставки в государство Израиль, где очень востребованы наши хлеба. Особенно те, которые сохранили старые технологии и позволяют вспомнить те вкусы, с которыми росли наши люди. Отмечу, каждый производитель в рамках ПродЭКСПА представил свои бизнес-планы. Белорусские молочные реки устремились большей частью в Россию. У некоторых наших производителей до 70% продукции ходит на экспорт. Продвигаться и продавать помогают эксклюзивные партнеры. Успешная реализация инвестиционного проекта сегодня нам дает возможность ежедневно производить около 20 тонн сыра. Основные поставки экспортные – это Российская Федерация, пробуем поставлять сыры в Казахстан. Ну и, конечно, занимаем определенную нишу в нашей стране. Внутренний рынок Белоруссии на 80% заполнен собственными продуктами питания. На белорусский продовольственный рынок пытаются заново войти и поляки приехали как раз посмотреть, чего не хватает. Больше планируем торговать с Грузией. В этом году плюс 70% выручки. Впрочем, грузины привезли на выставку 14 компаний. Новинкой для рынка могут быть печеньки и шоколадные с начинкой. Ну, в принципе, мы посмотрим, что захотят покупатели. Уже со следующего года могут поменяться правила игры на белорусском потребительском рынке. Планируют пересмотреть закон о госрегулировании торговли и общественного питания. Среди основных дискуссионных вопросов – сохранение планки импорта в 25% и пересмотр сроков расчетов за поставленный товар. Еще один масштабный форум пройдет на следующей неделе в Минске. Это Всемирная неделя предпринимательства. Накануне прошла пресс-конференция. Организаторы рассказали о планах. Новые глобальные? Да, например, инновационное мышление и новая модель эффективного производства. Главная тема – предстоящие Всемирные недели предпринимательства. Банк развития также обещает представить новую линейку кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса. Возможно создание сети «Бизнес-ангелов» в стране. Впервые пройдет и «Гофтеххакатон». Площадка будет направлена для разработки инновационных решений в течение 24 часов в сфере административных процедур. В широком смысле это называется государственный частный диалог. И бизнес часто говорит о том, что нам не хватает этого государственного частного диалога. А как его реализовать, если предприниматели сегодня в стране 250 тысяч ИП и 100 тысяч юрлиц, и есть еще некое количество министерств, ведомств, местных властей, для этого нужны некие площадки. Вот одна из таких площадок, некое время определено договоренное, потому что ежедневно заниматься диалогами нельзя, как даже работать. Собственно, предприниматели свои дела есть, и у чиновников есть свои дела. Вот на таких площадках мы ждем, что возможности одновременно все встретятся и обсудить наши общие проблемы. Такие форумы проходят во многих странах. Завъявлено полтысячи участников, представители органов управления, международных финансовых институтов, бизнесмены, банкиры, инвесторы, зарубежные эксперты. Участники обсудят кейсы внедрения инноваций, финансовые инструменты, поддержки бизнеса. Но подходят ли международные стандарты качества для белорусского производителя? Какие современные методики будут внедряться? Кажется, в госстандарте как раз озвучили, как выйти на новые стандарты производства. Открыт рынок и жесткая борьба за покупателей, конечно, забота о качестве. Компании, конкуренты не останавливаются ни на одно мгновение. Они внедряют все новые технологии, они вкладывают огромные средства не только в технологии, но и в системы контроля, в системы измерений. Поэтому каждое наше предприятие, которое хотело бы быть конкурентным на рынке, оно в своей стратегии должно иметь очень четкие ориентиры, как оно будет заниматься качеством, как оно будет заниматься конкурентоспособностью своей продукции. Сегодня европейская маркировка товаров – безусловная гарантия. Чтобы перенять такую практику, госорганы должны предложить компаниям системы мотивации. От персонала потребуется своевременно обновлять техдокументацию и участвовать в процессах стандартизации. Может появиться и новый конкурс в области качества продукции. Его особенность – это полная дистанционность при принятии решений от производителей и проведении независимой лаборатории экспертизы товаров. Неплохая тренировка перед покорением зарубежных рынков. По части строительства как раз принимают наш опыт. Беларусь может принять участие в модернизации металлургических мероприятий Кубы. Что в планах? Возможно, продукция белорусского машиностроения будет поставляться в Кубу. Вопрос обсуждался на встрече в Гаване посла Беларуси в Республике Куба Александра Александрова с руководителем мексиканской компании Хосе Анхелем Гонсалеса. Визит мексиканских деловых кругов для знакомства с нашим промышленным потенциалом прорабатывают. Изучат возможность использовать его в металлургической промышленности на Кубе и в регионе Латинской Америки. Обсудили и предстоящий в 2017 году в Мехико-белорусско-мексиканский бизнес-форум. Спасибо, Дмитрий. О других событиях этой недели расскажем далее в обзоре. Белорусские медики провели сложнейшую операцию на головном мозге. Пациент находился в сознании, даже общался. В чем особенность методики, применяется ведь впервые в Беларуси. Узнаем у нашего обозревателя Натальи Тарасек. Евгений, обычно такие вмешательства проводят под общим наркозом. Но в данном случае серьезной проблемой стало местонахождение операбельной опухоли мозга. Поэтому врачи выполнили краниотомию, оставив пациента в сознании. Эти кадры сняли сами хирурги. По сути, видеозапись станет учебным пособием. Операция длилась 8 часов. Пациенту поставили капельницу, ввели препараты, которые заставили чувствовать себя комфортно и расслабленно. Как правило, при краниотомии в сознании больные либо испытывают минимальный дискомфорт, либо не чувствуют боли вовсе. Но, по словам специалистов, справиться с нештатными ситуациями, пока оперируемый в сознании, сложнее. При стандартном исполнении хирургического вмешательства был высокий риск инвалидизации и парализации пациента. Соответственно, мы приняли решение провести такое хирургическое вмешательство человеку в сознании. Во время операции от начала до конца мы постоянно находились в сознании и с речевым контактом, выполняя наши команды. Сейчас можно сказать, что операция завершена успешно, опухоль удалена целиком. Во время операции пациент взаимодействовал с врачами. Если требовалось, говорил или шевелил рукой, ногой по их указанию. Медики отслеживали состояние пациента, прогнозировали результат операции. Успешно прошла еще одна уникальная операция по восстановлению ритма сердца. При этом на операционном столе бились два сердца. Какой вопрос решали кардиохирурги? Главная сложность в том, что пациентка ждала ребенка. Раньше такие операции действительно не проводились. Беременность прерывалась. Из-за тактического воздействия лекарств на плод. В этом случае ребенок в утробе продолжает расти. Однако у будущей матери медики диагностировали тахикардию. До 190 ударов в минуту. Правда, сама женщина столь быстрого биения сердца не ощущала. Врачи Центра кардиологии выполнили, по сути, две операции. Сперва требовалось восстановить ритм методом через пищеводной электрокардиостимуляции. Но это не принесло эффекта. И тогда хирурги применили радиочастотную абляцию ритмогенного очага. Катетеры под контролем рентгеном подводят в область сердца с патологическим участком. Ежегодно белорусские медики проводят тысячи высокотехничных и сложных вмешательств. Помощь оказывается не только жителям страны, но и зарубежья. Пациенты белорусских клиник чаще всего россияне, литовцы, украинцы, а также жители стран Ближнего Востока. По достоинству иностранцы оценили и туристический потенциал нашей страны. Беларусь заняла первое место в рейтинге National Geographic Traveler Awards. И вошла в топ-5 стран для оздоровительного отдыха. Онлайн-голосование проходило на сайте этого журнала в России в течение почти двух месяцев. Лучшие туристические направления выбирали в 23 номинациях. За Беларусь была отдана 24% голосов в разделе агротуризм. На втором месте в рейтинге оказалась Италия. К слову, в прошлом году она была лидером. На третьем – Франция. Замечу, что Беларусь вошла еще и в топ-5 стран с лучшим оздоровительным отдыхом. Лидером, кстати, в этой номинации стал Израиль. Далее идут и Чехия, Венгрия и Россия. И все же активное развитие туристической сферы дает результаты. Эксперты считают, Минск уже сейчас готов к Олимпийским играм. Европейским в 2019 году. Строить новые отели и гостиницы не нужно ведь. Евгений, это так. Такая позиция действительно была озвучена на неделе. По словам специалистов, в столице созданы все условия, чтобы разместить атлетов и туристов. В Минске полсотни гостиничных комплексов, разной звездности и пять хостелов, заполняемость объектов более 40%. Плюс на стадии строительства еще около 10 гостиничных комплексов. Еще одно направление, которое начинает формироваться в городе Минске – это так называемый «майс-туризм». То есть комплекс услуг, который предоставляется на базе гостиничных предприятий. От проведения какого-то, я не знаю, собрания, конференции, совещания, семинара до расселения, соответственно, питания. Низкий сезон в гостиничном бизнесе в городе Минске – это, конечно, лето. Это мы прекрасно понимаем, потому что деловая активность затухает. Количество деловых туристов, я имею в виду, бизнесменов мы, конечно, теряем. Но, тем не менее, это восполняется загрузкой, которая появляется в сентябре, в октябре, в ноябре, ну и, соответственно, новогодние праздники. Добавлю, что предполагаемый бюджет на проведение вторых европейских игр в 2019 году в нашей стране составит около 30-40 миллионов долларов. Большая часть средств пойдет на организацию. Европейские олимпийские комитеты финансируют трансферы и перелеты. Далее речь пойдет уже об инфраструктуре информационных технологий. Корпорация «Майкрософт» готова сотрудничать с Министерством образования Беларуси, что предоставит школьникам. Учащимся студентам и преподавателям по всей стране будут доступны по 10 лицензий на программное обеспечение. Его можно будет установить не только на компьютер, но и на любой другой гаджет. Плюс возможность хранения данных в облаках компании. По сути, это очередной шаг на пути к электронной школе и документа оборота онлайн. Сейчас в Беларуси стать электронной, и любая школа может по запросу и в случае согласия родителей. Пока электронные могут назвать себя лишь 2% школ, но к 2020-му ситуация должна измениться. 80% школ и гимназий присоединятся к проекту. Сейчас специалисты работают над созданием республиканской информационно-образовательной сети. Появится не только хранилище учебников, пособий, но и полноценный мультимедийный ресурс. Спасибо. Информацию подготовила Наталья Тарасюка. Сейчас новости культурной жизни. Красные ковровые дорожки 23-го Минского международного кинофестиваля «Листопад» уже убрали. Кинофорум завершился 11 ноября, но оставил, что было вполне ожидаемо, приятное впечатление. Знаковые картины, встречи. Лариса Гуликевич следила за кинохроникой «Листопада». Событий там было много. Что же отметим? 23-й международный кинофорум «Листопад» целую неделю радовал нас кинолентами разных жанров. Показы начинались с утра и не прекращались даже ночью. Свои киноработы публики лично представляли их создатели. О главных наградах чуть позже, как это делается, на торжественном награждении. Азербайджанский режиссер Рафи Калиев в этом году конкурировал за заветную статуэтку Минского фестиваля. С кинематографистами Бельгии, Болгарии, Германии, Франции, США. Правда, борьба шла не за взрослую, а более требовательную публику до 16-ти. Его лента «Урок о жизни школьников», их отношений к дружбе и взглядах на жизнь набрала максимальный балл от зрителей. Золотой «Листопадик» отправился в Азербайджан. На трофеи «Листопадика» в этом году претендовали 8 детских и юношеских фильмов. В результате голосования международного жюри лучшей признана французская кинолента «Микроб и бензин». А триумфатором кадра стала немецкая актриса Флора Тимон. Единственный белорус Руслан Федотов в основном конкурсе документального кино представил фильм о мексиканской деревне «Саламанка» и религиозной общине, проживающей там. Как же оценивали киноленты зрители по четырехбальной системе? Кинооценки публика выставляла после сеанса в специальных купонах. Результаты ежедневно публиковались в кинотеатре «Центральный». Церемония закрытия 23-го международного кинофестиваля состоялась в кинотеатре «Москва». И вот основные награды. Гран-при «Золото листопада» за лучший фильм «Лили Лейн» Венгрия, Германия, Франция получил режиссер Бенедек Флигауф. Приз «Серебро листопада» в номинации «Фильм как явление искусства» достался кинофильму «Мимозы» «Марокко, Испания, Франция, Катар» режиссер Оливер Лакс. Приз за лучший фильм конкурса игрового кино «Молодость на марше» имени народного артиста СССР кинорежиссера Виктора Турова получила лента «Зоология» кинематографистов России, Германии, Франции режиссер Иван Твердовский. Кинохронику «Листопада» просмотрели, отметим и другие номера. Австрийский культурный сезон в Минске прошли концерты, выставки, литературные встречи с австрийскими современными композиторами и музыкантами. В Минске была также замечена и скрипка Антонио Страдивари. Белорусскую столицу посетил настоящий музыкальный раритет. Скрипку «Экс Хаммель» работы Антонио Страдивари 1709 года выпуска в Минске озвучил прославленный немецкий скрипач, концертмейстер Венской филармонии Райнер Хонек. Инструмент предоставлен для выступления Национальным банком Австрии. Стоимость – несколько миллионов долларов. В рамках австрийского культурного сезона во Дворце Республики прошел концерт солистов Венской оперы и президентского оркестра Беларуси. В гала-концерте звучали лучшие произведения Штрауса, Кальмана, Легара, Бетховена и Мендельсона. Такого авторитетного представительства австрийских классических музыкантов Минск еще не видел. На очереди еще несколько уникальных концертов, кинопоказы, литературные встречи, а также участие австрийских актеров в театральном форуме «Март Контакт» в Могилеве. Еще одно событие в кадрах – лучшие фоторепортажи за последние 20 лет. В Национальном центре современных искусств выставка победителей конкурса «Чехпрессфото». Чем отличаются журналистская фотография и художественная? В одном снимке репортаж – факты, история, эмоции. Для фоторепортера главное оказаться в нужное время и в нужном месте. Журналистская фотография – это отдельный жанр как в фотоискусстве, так и в журналистике. И порой достичь высокого профессионального уровня удается далеко не многим. Фотовыставка «Чехпрессфото» посвящена 20-летию журналистского конкурса в Чехии, который был основан в 1995 году. На выставке в Национальном центре современных искусств в Минске представлены фотоснимки победителей конкурса в период с 1995 по 2015 годы. Около 50 работ демонстрируют среду и развитие журналистской фотографии, которая создала образ Чешской республики за последние 20 лет. Добавлю только, что международный конкурс «World Press Photo» основан в 1955 году и проводится ежегодно. Как видим, на этой неделе в культуре было не только кино. Впрочем, статистика говорит, противоречиво кино побеждает с явным перевесом. На листопаде представили 159 картин из 45 стран. Вот такими были главные новости, о которых мы успели рассказать. Спасибо за интерес к Беларуси. Подробнее о том, что происходит в нашей стране, можно узнать на сайте www.belarus24.by. Я же с вами прощаюсь. Посмотрим, как будут развиваться события на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова